здравствуйте что говорят таких случаях давно мы не виделись а мы с вами давно правда не виделись я надеюсь что будет интересно что же произошло за это время и в парнике и вокруг парника о чем вообще мои видео об этом о помидорах нет мои видео о том что надо жить каждый день надо прожить и каждый миг надо прожить и надо искать и находить счастье радость в каждом дне что нужно человеку для счастья кроме счастья хобби а есть такие люди которым надо несколько хобби мне одного мало и двух мало и трех мало и я поняла почему я каждое свое хобби довожу до совершенства и бросаю потому что мне надо одновременно заниматься несколькими вот так что я сейчас вот немножко торможу спермокультуру и буду переходить к витражам уже приготовила стол в домике у бассейна не прелесть или смотрите давайте пройдемся ну и раз мы с вами в теплице начнем конечно в теплице смотрите как все изменилось я уже сделала рататуй из овощей из базилика уже уже сделала соус песто помидоры из этих помидор буду делать помидоры фарси то есть фаршированные мясом ну французский рецепт отличается от фаршированных овощей наших вот красавцы этот сорт называется ананас вы его наверняка знаете вот а я узнала что есть старинные оригинальные сорта помидоров и всех овощей а есть гибриды и если вы хотите самые вкусные помидоры то надо конечно надо сажать настоящие оригинальные старинные сорта они гибриды гибриды они хороши для хранения в на складах для продажи в магазинах вот интересный очень сорт красивый вообще я конечно смотрите уже привязала всех потому что вот гроздь одна гроздь красивый какой-то сорт темные и очень вкусные помидоры кто это неизвестно вот смотрите все вот гроздь а здесь я уже конечно пособирала а еще посмотрите какие красавцы пустила две ветки одну ветку прищипнула думала что ну и была не права потому что растут и растут растут и растут растут и растут очень вкусные эти помидоры черри ну через знаете да черешня очень сладкие очень вкусные и поэтому я пустила вот такой гурман то есть пусть растет с огурцами как-то не очень не очень начали было очень 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 хорошо сейчас видите как-то вот средненько средненько и вот чем дальше тем как-то скучнее но может еще будут немножко огурчики может еще будут но очень хорошо пособирала и очень перец я не знаю какой это перец наверно красный но во всяком случае вот меняет он цвет но получился не очень крупный перец баклажаны кусты баклажанов болели чем болели не знаю листья стали пятнистыми потом стали высыхать потом попадали я все-таки решила что это было переизбыток влаги одно и сейчас как-то меньше почему-то у меня в отличие от теплицы на улице все растет как-то не так хорошо перчики поменьше вот мелк мельче чем там не какие-то вот но не послужим немного позже вот помидор какой-то который не требует пасынкования тоже посажен значительно позже тех которые в теплице но вот помидор на улице неплохо неплохо а теперь смотрите смотрите помидор да здесь у меня 4 куста помидоров вот вот а этот вообще уже вот весь цвету это знаете что это помидоры из пасынков вот это пасынки помидоров я взяла и вот так сделала потому что я подумала вот огурцы нельзя пасынковать вот так и делать из них новые кусты а вот было бы хорошо бы мне сейчас какой-нибудь свежий кустик огурчиков помидоры чтобы они подольше были то у меня вот ну здесь тепло до октября до ноября так что есть надежда что я получу помидоры и здесь но посмотрим укропчик ой жалко солиднее не собираюсь делать так вот бы хорошо на соленья этот темный салатик я тоже оставила для на семена ну вот мои ароматические травы даже базилик в общем я поняла базилик базилик и бархатцы надо сажать к помидорам очень хорошо помогают и спасают их от всего с кабачками все равно не все в порядке во первых муравьев много на них ну да ладно я посыпала соду с сахаром ну они покажут живут пока и живут себе а этот кабачок я подняла вот так на арку но неправильно подняла то что он то бедный хочет к солнцу идти вот солнце у нас в этой стороне вот а я его туда пустила вот туда неправильно же а вот грядка помните я вам говорила настоящая пермакультурная грядка вот да я вот насыпала землицы и сюда посадила салатик посмотрим здесь знаете что у меня было фасоли было меряно-немеряно и тут была дырочка среди которую пришел зайка и сожрал всю фасоль я поняла что кроме муравьев есть еще одна проблема поле низация поэтому я сейчас по утрам покажу нахожу цветочек мужского рода и в общем-то поле низирую не жду уже милости у природы а сама поле низируете кабачки ну вот еще один прекрасный замечательный бонус это овощная автономия семьи едим овощи не покупаем из свеклы гаспачо салаты вот вам тальетелли из кабачков вот вам разные пироги с овощной начинкой вот вам овощи а вот вам рататуй а хотите лечо из овощей а хотите салаты разные вкусные красивые а из базилика я сделала домашний соус песто фантастика а из кабачков да все что хочешь даже торт будьте здоровы и счастливы это себе и и и и и и